Нож. Дайте магам нож. Ежедневно только на этой точке продавец Рахман продает по 200-300 арбузов. Сейчас у него в ассортименте есть абсолютно все. Арбузы из Киргизии, Казахстана и даже российские появились на его прилавке. Полосатую ягоду не скупясь разрезал при нас. На пробу. Очень вкусно. А какие больше всего берут? Астраханский. Самый вкусный арбуз. Вот как первая любовь. Маркетинг здесь у каждого свой. А вот астраханские арбузы встретишь не на всех прилавках. Поспело их еще мало. На замену предлагают казахстанские. В прошлом году именно эта страна стала главным импортером арбузов в Россию. Из всего везенного товара 37% были из соседнего государства. В этом сезоне цифры тоже внушительные. Более 10 тысяч тонн в разгар лета 2023 года употребили только сибиряки и уральцы. Везем. А с Казахстана, значит, это у нас в первую очередь, ну, какие регионы? Это с Туркестанской области, Казалардинская, значит, город Тарас, Чемкент. Цены на сладкую ягоду в Цюмени варьируются с 25 рублей до 45 рублей за килограмм. В Казахстане они, естественно, дешевле. В эти выходные по счастливой случайности мы оказались там и уехать без арбуза было сложно. На каждом углу буквально можно купить, но пойдем мы в другой ларек. Там цены на арбузы подешевле 130 тенге за килограмм, а это примерно 25-28 на наши деньги. Это цены в розничных магазинах. Нашим оптовикам продают вдвое дешевле. Транспортная логистика, страховка за порчу товара, вот и выходит. Круглая сумма для небахчевого региона. Но дальше цены будут только падать. Сезон арбуза в самом разгаре. Главное тут не отравиться. И хотя случаев в Цюмени официально зарегистрированных нет, Роспотребнадзор призывает всех не терять бдительность. Именно наличие нитратов внешне определить практически невозможно. У потребителя есть право потребовать у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность этой продукции. То есть ознакомиться с декларацией на соответствующую продукцию. Ну и как минимум покупать арбузы там, где всегда идет поток покупателей. Ведь за плохим товаром в очередь выстраиваться не будут. Екатерина Кальченко, Дмитрий Бурматов, Тюменская служба новостей.